Издательство Эксмо. Камила Лэгберг. Железный крест. Посвящается Вилле и Мэйе. Глава первая. В комнате стояла полная тишина, если не считать тихого, зловещего, ни на секунду не умолкающего жужжания. Человек в кресле сидел неподвижно. Уже давно. Собственно, его нельзя было назвать человеком. Сотни, если не тысячи мух, роились вокруг застывшей фигуры. Иногда садились. Потом опять поднимались в воздух, выискивая место, где бы еще присесть. Особенно привлекала их голова с огромной раной. Характерный металлический запах крови сменился другим. Запахом тления. Кровь давно запеклась. Вначале она текла по затылку, по спинке кресла, образовала на полу небольшую лужу. Когда-то она была красной, полной живых кровяных телец, а теперь превратилась в черную, клейкую, смолообразную массу. Мухи наелись досыта, отложили яйца. Делать им здесь больше ничего не оставалось. Но все окна были наглухо закрыты, и мухи раз за разом бились о холодное стекло, пытаясь преодолеть невидимый барьер. Безрезультатно. Голод вновь давал о себе знать, и они в который раз облепляли неподвижное тело. Тело, которое когда-то было человеком. Эта мысль не покидала Эрику с начала лета. Она тщательно взвешивала все за и против, потом, наконец, решилась. И каждый раз откладывала. Останавливалась у лестницы. Ну да, конечно, все можно объяснить. Отговорок сколько угодно. Суета после свадьбы. Анна с детьми. В доме сплошной хаос. Но себя не обманешь. Она просто-напросто боялась. Боялась ворошить прошлое. Вполне могло выплыть что-то, о чем она предпочла бы не знать. Эрика чувствовала, как у Патрика на языке вертится вопрос. Почему бы тебе не разобраться с этой историей, просмотреть тетради, по крайней мере. Но он так этот вопрос и не задал. А задал бы, ей было бы нечего ответить. Что-то ее пугало. Скорее всего, не хотелось разрушать уже сложившиеся привычные представления о своей семье. Воспоминания о матери. Не сказать, чтобы они были через чуруш теплыми. Но она с ними сжилась. Скорее всего, на чердаке найдутся только дополнительные подтверждения. Да, так оно все и было. Но Эрика боялась, что привычная картина окружающего ее мира привычные воспоминания и привычные оценки. Все рухнет и придется осмысливать новую реальность. Мириться, сживаться, искать новые объяснения и новые ценности. Все новое. Все станет другим. И как она будет жить? Но сегодня она решилась. Вдохнула, выдохнула и поставила ногу на первую ступеньку чердачной лестнице. Снизу доносился заливистый смех Майи. Должно быть, Патрик, как всегда, подбрасывал ее в воздух. Почему-то детский смех подействовал на Эрика успокаивающе. Она поднялась еще на одну ступеньку и загадала. Если ступенька скрипнет, она откажется от всего предприятия. Нет, не скрипнула. Еще пять ступенек и Эрика на чердаке. Здесь было тихо. Пыль с открытого люка еще висела в воздухе. Они с Патриком порой подумывали, чердак можно переоборудовать, сделать мансарду. Когда Майя подрастет, у нее будет в доме свой угол. Сейчас-то чердак выглядел таким же, каким оставили его когда-то строители. Плохо обструганные широкие доски пола, торчащие балки, будто шпангоуты старинного корабля. Повсюду свалено барахло, елочные украшения в ящиках, старые обувь и чемоданы, ползунки и комбинезончики Майи, из которых она выросла, и прочее, и прочее. Все это наверняка никогда не понадобится, а выкинуть почему-то жалко. Сундук стоял у торцевой стены, старый, обитый по краям жестью, деревянный сундук. У Эрики осталось смутное детское воспоминание. Кажется, такие сундуки назывались «Американский кофер». Она присела на корточке, провела рукой по крышке и почему-то не дыша открыла замок. На нее пахнуло застоявшимся воздухом. Она сморщила нос. Интересно, что это за запах? Чем может пахнуть в закрытом сундуке? Скорее всего плесень, решила Эрика, и у нее тут же зачесалось в голове. Она прекрасно помнила, как они с Патриком в первый раз открыли этот сундук. Детские рисунки, ее и Анны. Какие-то поделки, принесенные домой сроков труда. Странно, что мать их сохраняла. Ее, как казалось, Эрике совершенно не волновали их детские достижения. Она вспомнила, как начала доставать из сундука вич за вещью, медленно, аккуратно раскладывая их на полу. То, что ее заинтересовало, лежало на самом дне. Она это помнила. Осторожно достала детскую рубашечку. Совсем крошечная. Пощупала ткань. Что-то вроде батиста. Когда-то рубашка была белой, но пожелтела от старости. И эти пятна. Тогда она решила, что это ржавчина. Но быстро сообразила. Нет, не ржавчина. Высохшая кровь. Ее опять поразил этот нелепый, леденяющий душу контраст. Крошечная рубашонка с пятнами крови. Как она здесь оказалась? Чья это рубашка? И что заставила мать сохранить ее, не выкинуть сразу? Мало ли что. Ребенок порезался, кровь пошла носом. Не такое уж событие, чтобы годами хранить окровавленную рубашку. Эрика отложила ее в сторону. Тогда в первый раз в сундуке лежал еще один памятный предмет. Единственное, что она вынула сразу, и теперь его тут не было. В испачканную кровью детскую рубашку раньше была завернута нацистская медаль. Эрика удивилась своей реакцией. У нее пересохло во рту. Сердце забилось быстрее. Перед глазами замелькали кадры бесчисленных документальных фильмов. Что делает нацистская медаль здесь, в Фейльбаке? В ее доме среди вещей, принадлежащих не кому-то, а ее матери. Она хотела тут же сунуть медаль назад в сундук, но Патрик убедил ее, что находку следует показать экспертам. Может быть, удастся что-то понять. Она неохотно согласилась. Внутренний голос нашептывал ей. Сунь эту чертову медаль назад и забудь. Но любопытство взяло верх, и в начале июня она отнесла медаль к специалисту по истории Второй мировой войны. Теперь осталось дождаться экспертизы. Может быть, удастся что-то выяснить о происхождении нацистской награды и как она попала в Фейльбаку. Но больше всего Эрику интересовали четыре синие тетради на самом дне сундука. Она еще в первый раз сразу узнала почерк матери. Характерный острый почерк с наклоном вправо, хотя немного покруглее, почти ученический. Но тогда что-то ее остановило. А сейчас Эрика достала все четыре тетради и положила на пол. На обложках было старательно и крупно выведено. Дневник. Дневник матери. Она сама не знала, как определить свои ощущения. Любопытство, возбуждение, нетерпение. Да, конечно. Но и страх. Сомнения и неприятные чувства, будто она подглядывает за чужой жизнью. Есть ли у нее такое право? Право влезать в сокровенные мысли и чувства своей матери. Дневник — это дневник. Он не предназначен для посторонних глаз. Мать писала не для того, чтобы кто-то тогда или после совал нос в ее секреты. И уж во всяком случае не ее дочь. Но Эльси умерла. И спросить разрешения было не у кого. Она сама должна решить, как поступить с дневниками матери. — Эрика! — чересчур громкий голос Патрика прервал ее мысли. — Да. Гости уже собираются. Она посмотрела на часы. — Господи, уже три. Сегодня мае исполняется год. Должны прийти самые близкие, родственники и друзья. Патрик, должно быть, решил, что жена заснула здесь на чердаке. — Иду! — Эрика отряхнула пыль, подумав, взяла тетради и рубашку под мышку и спустилась вниз. Из гостиной на первом этаже уже доносился многоголосый веселый шум. — Прошу, прошу, добро пожаловать! — Патрик отошел в сторону, пропуская гостей. — Юхан и Элизабет — пара, с которой они познакомились через детей. У них был сын в том же возрасте, что и Майя, с озвученным именем Вильям.